Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы с вами поговорим про биткоин. Я затрону экономическую составляющую. Ребят, есть что показать. Вы будете удивлены. Фантастика. Дальше мы поговорим с вами про прогнозы, которые были, которые сбурились уже и сбудутся. И давайте без промедления начнем. Первое, самое главное, самое важное, это то, что вы видите на своем экране. Это анализ, исходя из каналов. Вы помните, что я уже неоднократно в видео, а где? Вот, например, последний раз я вам рассказывал денек назад, когда, правильно, 4 апреля. Вот было показано. Смотрите, где находилась цена. А еще ранее мы говорили про эту медиану. И, пожалуйста, по-прежнему медиана держит технический анализ наше все. Соответственно, мы говорили, что если этот медиана будет держать, значит, это огромная сила быков. Так оно и есть. Молодцы, быки. Держат очень мощно. Но важно понимать, что у нас есть цели, потенциал, да. Соответственно, это райончик на текущий момент времени примерно 31 400 плюс-минус 500. И, соответственно, максимальный импульс это у нас 37 800 600 900 плюс-минус. Опять же, это по максам. Мы об этом говорили ранее. Знаки вопроса стоят почему-то здесь не стоит, надо вернуть. Окей. Дальше. Мы находимся в боковике. Что такое боковик? Я уже рассказывал в своем телеграм-канале 27 марта. Обязательно изучите. Также были прогнозы о том, когда мы можем выйти, какие зоны. И вот важный момент. Если вдруг, опять же, как всегда, это же динамично. Если вдруг неожиданно пройдет пролив, там, пятница, да, сливатница, как вы любите говорить, то мы полетим завтра. Вот что мы рисовали ранее 26 500 и ставили вот эту линию. Теперь она чуть-чуть уже поднимается до 26 650. Все выше, выше и выше. Здорово. Значит, все пока работает. Двигаемся дальше. И мы с вами видим, что Боллинджер, вот эти белые линии и канал, который я рисовал в том же видео. Смотрите, денек назад, 4 апреля. Видите, еще даже они сформировались, врата, горлышко. Но я нанес, пожалуйста, линии и сказал, что смотрите, здесь у нас высокой вероятности будет горлышко Боллинджера с медианками. И смотрите, что мы имеем? Пожалуйста, вот были нанесены, я изменил просто ответ, чтобы белое с белым не сливалось с горлышком. Соответственно, вот у вас горлышко, вот у вас горлышко. И медиана полностью себя отрабатывает в том числе. Посмотрите, прям тютелька в тютельку. И вот за это я и люблю технический анализ, не устану это повторять. Значит, что это значит? То, о чем говорил ранее, что идет расторговка в данном горлышке, чтобы потом что? Правильно пробиваться и двигаться дальше вверх, реализовывать импульс. То есть, бычий флаг или бычий вымпел. Но логика у нас, естественно, ланговая. Потому что нужно пробивать мощное ядро, которое я уже показывал, полная зеркальная работа, как это было здесь. Медвежий флаг и вымпел был, мы пробивались вниз. А здесь у нас бычий флаг или вымпел с движением вверх. Также вы помните, что в своем телеграм-канале я опубликовал подобный пост, где описывал и говорил, что три основные сценария для ланга из видео. Какого видео? Да все того же, 4 апреля, посмотрите. Вот прорисовка. И тут было несколько сценариев, и я их всех выписал в телеграм-канал. Посмотрите, пожалуйста. Вот они отражены. И, естественно, в видео говорилось, и я полагал и полагаю до сих пор, что мы должны пройти через полную разгрузку однодневного таймфрейма. И тут по срокам. И я вас действительно удивлю по срокам. На самом деле, вот-вот уже скоро. Я все-таки полагаю, что этот пробой должен случиться все же не раньше следующей недели. И, друзья, я все равно интригу сохраняю. Действительно, у меня есть подтверждение, что это случится на следующей неделе. Я вам это докажу. Поэтому, вот, пожалуйста, 4 апреля мы по-прежнему продолжаем снижаться по гистограмме. Обратите внимание, да, снижаемся. Соответственно, вот идем. И мы должны пройти через разгрузку гистограммы. Не обязательно она должна быть такой глубокой, как было нарисовано. Вполне может быть, что здесь даже и 2, и 3 гистограммки, и, может быть, 5 будет красных. А потом пойдет, естественно, увеличение. Потому что ланговое состояние, это, конечно же, затухающая гистограмма. Поэтому вполне можно увидеть вот примерно такой кусок. Но, когда же я ожидаю увидеть серьезное движение? Вот вам, пожалуйста, прорисовочка доставки от ФРС и инфляция. Я за этим очень пристально слежу. Соответственно, что я вижу? Я вижу, что 12 апреля ставка от ФРС прогнозируется уже. Текущая 5,2 планируется. Вы вообще, вдумайтесь, планируется 5,2. То есть, настолько великолепно у них идут дела. Нужно быть понятливыми и знать, что неоднократно это показатель может меняться до 12 апреля. Как это было уже неоднократно. Более того, я же вам говорил, что, помните, было 6 и прогнозировали 6. Я понимаю, что здесь написано 5,2, а предыдущая 6. Но вот что было в Вегасе, остается в Вегасе. Также и в интернете. Что было? То и остается в интернете. Смотрите, 6 было. То есть, вы понимаете? А почему такая ситуация произошла? То есть, предыдущая 6, прогнозировали 6. То есть, не так хорошо с инфляцией. Я еще сетовал. Помните, это очень плохой звоночек. А вот он, супер звоночек. Но и здесь есть некоторые подводные камни, я вам скажу. Первое. В чем позитив? В том, что сегодня вышел член ФОМК Буллард в 17.00. И рассказал, что, к их удивлению, отличные показатели в первом квартале. И, соответственно, темпы снижения инфляции их удивляют. Вау, вау, вау. Молодцы. И после этого, сразу же, мы с вами получаем изменения по данным. Потрясающе. Но, какие подводные камни здесь есть? Перед ними, я хочу сказать, позитивный момент. Это случится 12 апреля. А 12 апреля, это среда следующей недели. А что такое 12 апреля? Это позитивные новости, после которых мы должны будем пойти вверх. То есть, импульс должен будет начаться на позитиве. Естественно, мы прогнозировали, что здесь боковик. И сравнивали его здесь. Здесь говорили, что предыдущий боковик перед пробоем был 33 бара. Но здесь он может быть и 33, а может быть и 24. И именно в посте я пишу, что 14-16 дней, но это не значит, что столько суток. Тогда, если сходить из текущих знаний, получается, что подведем по 12 апреля, получается, что 26 дней, примерно, месяц. Вписывается в те сроки, о которых, по сути дела, мы говорили. И это здорово. Это просто великолепно. Но, как говорили в игре Престолов, обезглавленный король Севера, все, что было до слова «но», чушь собачья. В нашем случае не чушь собачья. Но «но» надо вставить. Значит, позитив-то позитив. И это действительно так и есть. То есть, невероятными темпами. Но ведь проблема в чем? У нас будет 5,3. Это некоторого рода, так вот, да, негативчик. Ведь прогноз 5,2. Но нет же. Суть состоит в том, что в любом случае идет снижение. И прецедент уже был. Обратите внимание, да, у нас был февраль месяц, 14-го числа. И, соответственно, мы получали данные 6,5 предыдущие. Прогноз 6,2, а получили 6,4. Но ниже фактического. Также и здесь. Если мы получаем ниже фактического, инфляция снижается. И это именно то, что нам и нужно с вами. Соответственно, даже 5,3, 5,4, 5,5 теоретически является позитивом. А если и ниже прогноза, прям чуть ли не на процент, это просто взрыв, бомба, невероятнейший позитив. И именно в этой связи я говорил и говорю, что тот же стахастик должен разгрузиться в ноль. И как раз аккурат перед 12 апреля мы можем с вами получить вот эту разгрузку. Именно про это мой ночной сегодня пост телеги. Обязательно подписывайтесь. И я говорю, что мы его не дали еще разгрузить в ноль. Он находится сейчас около 15-й горизонтали. То есть пятнашки. Мы даже не в нуле и не в пятерке. И вот этот срок его перезагрузки как раз и подводится, подводится, друзья, к 12 апреля. И ровным счетом, если вдруг мы подходим на дне по стахастику к 12 апреля, то само собой разумеющееся мы должны получить импульс вверх. Если вдруг, подчеркиваю, если вдруг какие-то негативные новости, то условий для глубокого падения вниз при таких обстоятельствах практически нет. Один в один ситуация была у нас февральская. И я на это тоже указывал внимание. Мы подошли в нуле. Опаньки полностью перезагружены. И я говорил, что ну я не представляю себе, как можно пойти вниз при текущей обстановке. И мы же получили вот этот негатив, о котором я вам сказал. 6,5 было, стало 6,4, хотя прогноз был 6,2. Казалось бы, такой относительный негатив. Но инфляция снижается. И нас подвели к этому на нуле. И вы получили импульсный рост. То, что было дальше, это было дальше. Но мы сейчас получаем ровно ту же мысль. И я кайфую внутренне от того, что ровным счетом вся та модель, которую я расписывал и говорил буквально с 20 числа, наверное, марта, и расписывал в телеге и говорил в видео, что вот она приходит к своей кульминации. То есть данная скульптура уже приобретает своеобразные очерки. Поэтому я крайне вдохновлен и на бодром позитиве. Но, конечно, еще до среды есть время. И мало ли что может случиться. Именно поэтому вы трейдеры. И вы должны за всем в том числе следить. И меня также перепроверять. Но пока эта мозаика складывается фантастически. Но вместе с тем, с этой фантастикой, я напомню, что до среды вы все еще можете пойти по двум сценариям, описанные в телеграм-канале. Рывок до 29200-29400 с резким откатом до 26500 заколом и откатом цены до 27100. Или же от текущих дойти до 26500-27100. Графически это выглядит вот примерно так, да? То есть либо добраться до точки и откатиться позже вниз от скатом. Или же от текущих пятницу какую-нибудь сходить туда вниз и вернуться осесть телом вот выше 27100. И потом уже из нижней части горлышка постепенно двигаться вверх с прорывом и импульсное движение 12 апреля. В том числе важные зоны поддержек сопротивления каждый день описаны здесь. Подписывайтесь. Вот почему технический анализ с фундаменталом в паре термоядерная смесь. А если еще сюда щепотку анчейн-метрики, просто бомба. Главное этим иметь пользоваться и не перебарщивать. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Помните, что буквально скоро появится чат для рефералов Битгит. Идут определенные приготовления. Уже скоро первые счастливчики начнут туда поступать. Поэтому крайне важно быть торгующим рефералом. Для всех новых, как минимум, нужно будет торговать неделю. Все будет проверяться. Текущий чат остается. Телеграм-канал был, есть и будет. Никуда он не денется. Также в описании под видео есть социальные сети TikTok, Telegram, Twitter. Вступайте туда. И если вы, успешный трейдер, и вам на день рождения подарили книгу, не грустите. Используйте ее по назначению. Точно так же, как и ваш красный диплом. Ставьте на нее чай. Ну а если это книга Пастернака, то осуждайте ее. Как говорится, Пастернака не читал, но осуждали. Увидимся.